Хочешь испытать свою удачу? Тогда заходи на сайт ватшоп. Тут можно выиграть голду и премиум танки. Каждый день можно поучаствовать в бесплатном розыгрыше танков. Заходи и играй на ватшоп.нет Рекомендуем мобильное приложение, с помощью которого можно бесплатно, очень легко заработать голду для танков. Здравствуйте, друзья! С вами Маракэси. Сегодня я хотел бы обсудить тему читов. Это довольно грязная тема. Я раньше ее никак не касался, потому что считал, что нету надобности. Да и как я сильно повлияю на это, даже если сделаю видео. В общем, старался обходить ее стороной. Иногда только на стримах чуть-чуть так обсуждал это. Ну а сегодня есть подвижки в читах. Недавно вышла новость, где говорится о том, что 15 октября будет первая волна банов читеров. При этом все читеры, которые там услышали, что будут баны и сейчас удалят эти читы, они уже тем самым ничего не сделают. Они не спасут себя тем самым, потому что, видимо, в ЭГЭ уже собрали список всех, кто использовал читы. И уже эти люди в черном списке, и уже как бы готовится им бан. И пока что разработчики решили, скажем так, немножечко мягко отнестись к читерам. Мне так кажется, потому что они не стали выдавать там бан навсегда, а решили дать временный бан. Я не знаю, на сколько пока еще. Но 15 октября, говорят, будет первая волна банов, и она будет очень большая. То есть забанят огромное количество игроков, которые пользовались читами. И, в принципе, я совершенно за это. То есть я обоими руками голосую за то, чтобы забанили этих читеров. И также я рад тому, что, видимо, нашлась, ну как нашлась, разработали разработчики специальную программу, которая находит вот этих вот читеров, всех, кто пользуется запрещенными модификациями, и банит их. Это замечательно для игрока, который старается тащить, который хочет побеждать, потому что я считаю, что несправедливо то, что у какого-то там игрока, который решил воспользоваться запрещенными модификациями, есть преимущества. Хотя он менее скиллован, просто вот за него программа все делает, выцеливает там, или у него там кусты все убраны и так далее. В общем, у него есть некоторые преимущества. Не потому, что он лучше знает игру, там у него какие-то тактики крутые. Не из-за того, что он более скилловый, а из-за того, что он просто вот так вот жульничал в игре. Я вообще считаю, что это не просто плохо, это, ну, печально, потому что не то, что он обманул всех, он обманул в первую очередь себя, такой вот человек. То есть он взял, использовал читы и как бы внушил себе, что он из-за этого стал лучше играть. Он лучше не стал играть, он просто обманывает себя и общество. Да, у него, может быть, там результаты в боях улучшились, но играть-то он не стал лучше, просто за него программа часть работы делает. Многие довольно скилловые игроки пользовались читами, ну, я не знаю, там, имен, но по моей информации довольно-таки скилловые кланы были на читах, потому что хотели там побольше голды на фарме, там, выигрывать почаще и так далее. Я ни в коем случае их не оправдываю, они все равно виноваты, потому что были кланы, которые старались играть честно, и за счет скилла, в общем-то, они побеждали, и, в принципе, честь им и хвала за это, но многие, скажем так, игроки с фиолетовой, там, статкой получат бан. И я считаю, что это правильно, то есть многие скажут, ну, как так, это разработчики виноваты, что они изначально там не сделали какой-то античит и так далее, а сейчас вот внезапно начали давать, в общем-то, баны. Ну, дело в том, что я лично так считаю, это мое мнение, что, ну, тут было на совести игроков, то есть тот, кто нормальный человек, тот, кто играет в игру для того, чтобы превозмогать и старается рядом затащить за счет своих умений, он, в общем-то, никак не пострадает, а тот, кто сжизничал, он и получит бан. И это совершенно справедливо, рано или поздно какая-то система должна была появиться. Я, конечно, не утверждаю, что там какая-то система есть, потому что у меня такой информации нет, это я просто, скажем так, предполагаю, раз, ну, разработчики нашли это виновников, кто использовал чьи-то, значит, есть какая-то уже система. Я слышал о том, что в кораблях уже там разрабатывалась система, которая находила читеров, и, видимо, уже ее адаптировали под танки, и уже она дала свои плоды и нашла виновников. И это просто замечательно. Пострадает, кстати, онлайн от этого. Ну, я считаю, что, ну, кого-то, конечно, забанят, но многие просто создадут твинков, все равно будут играть так или иначе. Ну, а не так уж и много забанят. Ну, конечно, у нас это проблема давнишней, многие игроки пользовались читами. Это, в общем-то, ну, не сюрприз, это все знали, что довольно-таки большая группа игроков пользовались ими, потому что так работает, к сожалению, человеческая психология. То есть вот сейчас убери все законы, в реальности там можно будет воровать, все что угодно делать, там убивать, поверьте, сразу же найдутся те, кто пойдут это делать, реально, то есть увидят, что это можно делать безнаказанно, и пойдут это фигачить, там, не знаю, магазины, крастехнику и так далее. Ну, это, конечно, другое сравнение, то есть я это не сравниваю ни в коем случае, но, тем не менее, когда люди чувствуют свою безнаказанность, я не говорю про всех, я говорю про некоторую часть людей, то они думают, ну, а почему бы и нет, если можно спокойно скачать, почему бы не восполнить там свой скилл низкий, или просто еще лучше сделать себе результаты. Но в итоге я надеюсь, что справедливость восторжествует все-таки. Ну, а уже какие-то есть, скажем так, положительные новости, уже какие-то баны пошли. Я надеюсь, что это не просто там пустой звук, а действительно какие-то уже серьезные действия, наказания в отношении, в общем-то, нарушителей. И повлияет ли это положительно на игру? Я считаю, что это 100% повлияет положительно, потому что, ну, очень часто встречаешь игроков, которые странно по тебе стреляют, то есть ты выехал там, внезапно сломал там где-то заборчик, не знаю, а они откуда-то знают, что ты там уже выезжаешь, то есть они где-то, видимо, на мини-карте увидели, или, например, ты стоишь где-нибудь, стреляешь по врагам из инвиза, а по тебе начинают откуда-то стрелять, и думаешь, ну, нифига себе у людей скилл, типа, блайнды так фигачат. А потом понимаешь, наверное, запрещенные модификации, или играешь ты на арте, ну, это пример для артоводов специально. Стреляешь, а тут раз, и тебе сразу прилетает это выстрел от вражеской арты, ну, хотя ты не светился, то есть по трассеру тебя спалили, ну, наверное, вот так вот спалился, наверное, по трассеру, хотя я вроде отъезжал. А все дело в том, что какие-то игроки, они пользовались запрещенными модификациями, имели некоторые преимущества, и вот так вот фигачили издалека там откуда-то, или, ну, в общем, по-разному пользовались вот такими вот преимуществами, ну, и надеюсь, таких игроков станет меньше. Надеюсь, все-таки те, кто пользовался ими, они перестанут это делать, а если не перестанут, то их забанят. Надеюсь, что не найдется каких-то усовершенственных читов, там, которые не пальцы, хотя, конечно же, ну, тут дело уже такое, что начнется там, скажем так, война такая, где читеры, естественно, будут извиваться там по-всякому, придумывать, ну, не сами читеры, а разработчики читов, чтобы заработать денег. В общем, будут стараться обходить эту систему по-всякому, и тогда придется ВГ как-то усовершенствовать уже свою систему, чтобы опять эти новые читы искать. Ну, в общем, это бесконечная борьба, многие игры погибают, но я думаю, что ВГ справится, и что все-таки читеры пополнить получат, того, чего они действительно заслуживают, и мы нормальные игроки, которые не пользуются запрещенными модификациями, рассчитывают на свои умения в игре, мы уже от этого только выиграем, так как будем реже встречать читеров в рандоме, и уже будем лучше нагибать, будем больше наносить уронов, будем чаще выживать и чаще тащить в бои. Это не может, по-моему, не радовать. Наверное, найдутся люди, которые пользуются читами, которые смотрят сейчас видео, там, размышляют про себя, там, думают, да ладно, это все ВГ виновата, они сами там баланс не могут сделать, там, ну, в общем-то, ну, я не понимаю, если ты виноват, то, ну, спалился, все, это получи наказание, что тут это плакать, там, что, вот, наказание, там, бан, ну, так ты пользовался читами, извини, друг, значит, ты должен получить за это наказание какое-то, типа, что можно, не знаю, там, украсть какую-нибудь вещь и остаться безнаказанным. Ну, это, конечно, другой пример, опять же, но все же, то есть, за каждое нарушение я считаю, что должно последовать наказание. Только тогда, в таком случае, правила будут соблюдаться, и только в таком случае, в общем-то, ну, игра станет приятней, будет играть гораздо интереснее. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Я надеюсь, конечно, на благоприятный исход. Ну, и посмотрим, сможет ли ВГ действительно побороть эту заразу, чтобы она не распространялась дальше. Ну, и, возможно, скоро совсем мы зайдем в игру и увидим вдруг неожиданно, что мы стали лучше играть, что мы стали показывать результаты в боях поинтересней, по-приятней, по-эффективней. И, скажем, вернее, спросим, а как же так? А почему раньше этого не было? Раньше были вот такие вот игроки, которые нарушали правила, а теперь их нет. Надеюсь, такое настанет, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok